Всем привет! С вами Тойхаус! И я от всего сердца, от души поздравляю каждого, каждого моего подписчика, каждого моего зрителя с Новым Годом! Да, с новым 2020 годом! Думаю, что в новом году будет еще больше всего интересного, мега-крутого, ну и положительного! Желаю вам всяких успехов, ну, всего-всего, всех, в общем, вам благ! В этом видео я хочу показать вам, во-первых, моих домашних питомцев, которых вы так уже долго просите, чтобы я их показал, покажу вам их, сколько у меня узнаете, все посмотрел из этого видео. А также в этом видео подведем небольшой, небольшой итог, чем запомнился 2019 год для нас, да? Ну, прежде всего, давайте, конечно же, конечно же, куда же мы без них? И это легендарные, которые ворвались в сентябре 2019 года, даже в августе, в конце августа, по-моему, 20-го числа. Это кто у нас? Ну, конечно же, конечно же, это были скрепыши! Как это там лозунг звучал? Яркий тренд этого года! Действительно яркий и действительно тренд ворвался просто стремительно каким-то бумом и порвал всех, да? Это скрепыши! И у меня она, вся коллекция, ну, если ты еще впервые на моем канале, сейчас я тебе покажу. Вот моя коллекция скрепышей, абсолютно все, на вот таком вот они планшете идут, вот они, все скрепыши. Но сразу скажу, что юбилейный у меня скрепыш не настоящий, он сделанный, ну, в принципе, есть и есть, и это хорошо. И в 2020 году нам обещают новую акцию по скрепышам. Я надеюсь, что она получится такой же яркой, трендовой и интересной. Кто ждет скрепышей, то, ну, поддержи лайком это видео. Кстати говоря, с 2020 года на детских каналах, ну, с каналами с детской тематикой отключат комментарии, да? Поэтому, может быть, уже под этим видео ты не сможешь писать комментарий. Поэтому для вашего удобства я сделал группу в Вайбере. Присоединяйтесь туда, задавайте любые вопросы, я на многие отвечаю. Ну, когда у меня есть время, я могу ответить. Ссылка на Вайбер есть во вкладке в сообществе, ну, давайте я ее повторю. Если что, для вашего удобства, переходите, вступайте. Ну, может быть, ссылку под этим видео, кстати, еще закреплю, чтобы вам было удобно перейти, найти эту группу. Ну, Toy House она называется, в принципе, ничего сложного нет. Дальше у нас были, ну, они уже не трендовые. Это были Мстители, ну, Стиратели 2. Также я собрал всю коллекцию. Ну, такая акция, можно сказать, была... Ну, даже не знаю, как сказать. Ну, кому-то нравилось, кому-то нет. Вот так я отвечу. Вот они все. Фигурки зато клевые. Намного лучше и интереснее, чем в первой части. Эти фигурки, вот они. Яркие, прикольные, насыщенные. Какие-то сделаны из резины, какие-то сделаны пластмассовые. Здесь у нас идут чернила. В общем, это все печати. Можно было ставить печати, играть. Интересная серия, но почему-то не очень зашла. Вот кто собирал Стирателей 2, именно кому нравились, напиши комментарий. Ну, я не знаю. Я собирал и скрипышей, и стирателей. Ну, как бы стиратели быстрее собрал. Но, тем не менее, они мне как-то симпатизируют. Не знаю, почему многим не понравилось. Бокс для хранения самое главное есть. То есть, все здесь аккуратно сделано. То есть, тоже у меня вся коллекция. Теперь перейдем к следующей акции. Не менее интересной, но слишком замороченной. Я бы сказал, почему она не получилась. И это была у нас... Кто? Правильно. Мини-лента 3. Я тоже ее всю собрал. Да, ты удивлен? Я тоже ее собрал всю. Сейчас я покажу. Вот она. Моя мини-лента 3. Тоже сделал для нее отдельный бокс. Видите, как интересно. Все это, кстати, закрывается у меня и хранится под таким куполом. То есть, ничего с этой мини-лентой, в принципе, не случится. Ну, вот, хотя бутылочка одна с маслом у меня уже стала отклеиваться. Ну, можно поправить. Ладно, ничего страшного. Вообще, сама акция мини-лента очень интересная. Вот эти вот миниатюрные товары, они очень прикольные и необычные. Не знаю, почему так, может быть, уже поднадоело людям. Может быть, то, что были слишком замуторные условия получения этих миниатюр. Это было очень сложно. Там в чеке давали, по-моему, там, вот я не помню, ну, по-моему, 18 штук в день можно было, что ли, на одну карту получить. То есть, люди создавали другие карточки, чтобы это все получить, собрать. Там в гипермаркете от 1000 рублей давали один пакетик. В супермаркете давали один пакетик за 500 рублей. Ну, такая акция была какая-то спорная. То есть, во многих городах нет супермаркетов, есть только гипермаркеты. То есть, ну, было сложно, очень сложно ее собирать. Но, тем не менее, я собрал ее всю, я ее резал. Все видосики есть на канале, можете переходить, смотреть с удовольствием. Пишите комментарии свои, что думаете по этому поводу. Масло, кстати, вот отсюда. У меня отвалилось, оказывается, сверху. Кстати, клеил я все это на двухсторонний скотч, поэтому можно в любой момент отлепить и использовать для каких-нибудь других целей. Ну что, ребята, вот такие вот акции. Остальных я не собирал, были акции Прилипалы, но магазина Дикси в моем городе, к сожалению, нету. И, кстати говоря, Прилипалы, по-моему, уже это пятая часть. Не особо так уже зашла, но уже действительно, наверное, поднадоела людям. Все-таки надо что-то новенькое придумывать. Была новая акция у нас в Перекрестке. Это Холодное сердце, но она не столько мне показалась интересной, чтобы ее собирать. Я не стал ее собирать, она такая предновогодняя, да, там, новогодние игрушки. Потом еще акция идет в Дочках-сыночках, там дают потягушки, но тоже как-то мне не очень нравится, честно. Поэтому вот три акции особо мне запомнились. Это мини-лента 3, стиратели 2 и, конечно же, скрепыши, которые будут, обязательно будут в новом году, потому что уже, ну, уже все, пообещали. Итак, переходим теперь к моим животным. Есть у меня животные. Это олени. Да, олени. Поверил? Нет. Есть только вот в таком вот виде, в новогоднем шарике. Вот они, олени. Кстати, такой же был у меня с домиком, и я его разбил. Видео тоже снимал, из чего состоит снежный шар. Знаешь, из чего? Там внутри, оказывается, вот эта вот штука. Она сделана из очень интересного материала. Видео тоже есть на канале. Если ты не видел, вот как раз под Новый год можешь перейти посмотреть. Интересно. Ну, давайте, покажу вам своих животных теперь. Итак, ребята, это, представляю вашему вниманию, знаменитая кошка-маркошка. Трехцветная кошка, может, даже четырех, не знаю, цвета не считал, но самый факт, что такие бывают только, только девочки. Мальчики, по-моему, рождаются один из десяти тысяч. Представляете, вот недавно кто-то на помойке нашел трехцветного кота. Кота именно. Где-то в Америке, что ли, не помню. Он вот или один из трех тысяч, или один из десяти тысяч. Так, не бойся, кошка-маркошка, ты снималась много раз. Эту кошку я подобрал в магазине, был дождь, шел. Причем я в этот магазин приезжал несколько раз, и она там сидела, бегала там. А потом вот дождь был, такая погода проморзглая такая была. И, в общем, я продукты купил, решил уходить, а потом взял, повернулся. А ее там хозяин магазина, или кто, не знаю, или продавцы, в общем, ее выгоняют. Прям не то, что выгоняют, а ногами, короче, ее. Иди отсюда. Я говорю, она чья-то? Они говорят, нет, она здесь уже, короче, нам надоело. В общем, ходит тут по магазину. Я говорю, ну, я-то заберу. Они такие посмотрели на меня, ты что, типа, нормальный? Ну, вся, короче, забрала, и все. Не знаю, чего удивляться. Человеку понравилась кошка. Она, кстати, такая, знаете, то, что вот в ней необычно, то, что она очень яркая. То есть, в сырую погоду, если за окном, вот на нее посмотришь и прям радуешься. Так, не хочется сниматься. Она снималась в моих видео несколько раз. Ну, такая прикольная кошка, но диковатая. Честно говоря, у нее какой-то, видать, стресс с детства. И вот она немножечко дикая. Она бегает постоянно. Она на улицу боится выходить вообще. Ну, не знаю, что-то у нее не так. Видите, она убегает, короче. Вот такая вот кошандра. Сейчас покажу вам следующего. претендента, да? Ну, не претендента, а моего жильца. Сейчас будет следующий. А это вот, ребята, пухля. Самая толстенькая кошечка, короче. О, что-то прилепилось к ней к хвосту. Самая толстая кошка. Но она, знаете, она, во-первых, добрая и ласковая. А во-вторых, она обладает какой-то невероятной гибкостью. Она прыгает выше всех, лазит выше всех. Но она толстая, толще всех. Ее назвали Пухля. В Пухле есть такой персонаж. Кто-то мне отвечал. Она уже тоже снималась в видео. В граффити Фоллс, да, такой есть персонаж. Ну, и вот так вот решили назвать эту кошку. Посмотри. Кс-кс-кс. Ну, они вот все стесняются сниматься. Почему я их не снимаю? Потому что они не могут вот так спокойно лечь и лежать. Им куда-то надо. Все время идти, куда-то бежать. Они еще маленькие. Сейчас скажу. Вот Пухля у нас родилась, по-моему, в августе. Ну, и сколько это ей месяцев? Полгодика, да, примерно? Примерно полгода есть. Вот такая вот кошка. О, вот. Четыре лапы, уши, хвост. Ну, классная. Мне нравится она. Так. О, видите, уже не убегает. Кому нравятся животные, кто любит животных, ты знаешь, что делать. Поставить лайк. Все, убежала. Но у меня есть еще. Сейчас я вам покажу. Так, вот поймал еще одну. Ее вообще не заставишь никуда подойти. Кошка со своим характером. Любит гулять сама по себе. Ругается. Вообще не дается в руки. Ну, как она? Ее можно взять, но она будет нервничать. Она будет прям нервная. Ну, покажись. Вот. Такая. А зовут ее просто, кстати. Зовут ее Белая. Назвали ее Белая. О, вот видите? Ругается прям. Не хочет она. Она, по-моему, ни разу в кадр не попадала вообще. Потому что она, кошка, сама по себе. Вот. Вот. Слышите? Ругается как. В общем, это Белая. Тоже так же родилась в августе. В общем, у меня есть кошка взрослая. Она родила трех котят. И мы их решили, короче, себе оставить. Это вот Белая. Пухля. Еще один серенький кот есть. Сержик его зовут. Еще есть у меня большой кот. Серж его зовут. Но они сейчас, короче, гуляют. Их дома нет. Я вам обязательно их как-нибудь покажу. Надеюсь, в каких-нибудь видео они будут. Кстати говоря, Серж большой. Сержик. Он попадал ко мне в видосы. Он был еще маленьким таким, хрупким, немким. А сейчас вырос и похож прям на огромного енота. Я даже не знаю. Он не кот. Вот реально енот есть такой. Только с плюснутым немножко лицом. А так копия енота. Итак, вот такие вот у меня животные. Вот такие вот запоминающиеся акции были в этом году. И вообще, кстати говоря, еще в этом году, что произошло знаменито. Вот я получил серебряную кнопку. Но, не знаю, показывать вам нет. Вы уже тоже видели ее. В принципе, кому интересно, как я это делал, найдете видео на моем канале. Итак, еще раз поздравляю вас с Новым годом. У кого-то уже, может, наступил. А кто-то еще, может, режет салатики оливье. Всех вам благ. Всего доброго. Благодарю вас за то, что вы со мной. Ну, в общем, до скорых встреч, ребята. Всем. Всем. А, нет. Неправильно же сказал. С вас лайкос. С меня видос. Всем, короче, до свидос. С Новым годом!